Здравствуйте! Последние дни здесь на канале в комментариях и в наших группах в соцсетях, в Телеграме мы работаем фактически в режиме такой горячей линии. Отвечаем на вопросы, что как можно, что как нельзя на тему переезда в Грузию. Мы решили сделать вот такое отдельное видео для того, чтобы на наиболее частые вопросы ответить. Сразу оговорюсь, два момента, на мой взгляд, важные. Первый момент. Мы не юристы, мы не представители Грузии, не представители правительства или кого бы то ни было. Мы живем в Грузии год, и то, о чем я буду говорить, исходит из нашего собственного опыта. Второй момент. То, о чем я буду говорить, исходит из нашего опыта на сегодняшний день. Ситуация меняется стремительно, ежедневно, если не ежечасно. В последние дни, после 24-го, после начала войны, происходят все новые и новые события. И то, о чем я буду говорить, в какой-то момент может устареть. Итак, отвечаем на ваши вопросы. Первый вопрос в комментариях. Думаю, нужен отдельный разбор, как можно переехать на ПМЖ. Оформление ВНЖ, гражданство, основания, недвижимость, открытие счета в банке, работы и так далее. Опять же, на сегодняшний день ситуация такова. Грузия для людей с российским, украинским, белорусским паспортом – страна безвизовая. Вы здесь можете пребывать 360 дней, затем вам нужно обнулить свое пребывание. Можно это сделать, например, выехав в любую соседнюю страну на день. Говорят, что проходят варианты даже вы выезжаете в 11 ночи, а въезжаете в час. На следующий день уже, считают, в следующие сутки, и ваше пребывание снова обнуляется на 360 дней. Такова ситуация на сегодня. По ВНЖ. Что дает ВНЖ? ВНЖ дает возможность не обнуляться. По сути дела, вот у нас есть ВНЖ в Грузии, и это единственная привилегия, которую мы для себя увидели в ВНЖ. Есть несколько вариантов получения ВНЖ. Я буду такими очень грубыми мазками, просто обозначу направление. Если хотите деталей, надо консультироваться с юристами. Первый вариант – это получение ВНЖ по недвижимости. На сегодняшний день для того, чтобы вы оформили ваше ВНЖ, вам нужна недвижимость в Грузию на сумму от 100 тысяч долларов. Независимая оценка, подаете документы в Дом юстиции, и вам либо дают, либо отказывают. Нам с первого раза отказали, со второго раза вид на жительство нам дали. Вы можете получить ВНЖ по работе, но тут надо иметь в виду, что есть определенные требования по размеру заработной платы. Ну, естественно, вы должны быть официально трудоустроены в Грузии, для того, чтобы подаваться на ВНЖ, и официально трудоустроены с зарплатой не менее, да, там, по-моему, 5 прожиточных минимумов. По моим последним данным, это где-то в районе полутора тысяч лари. Вы можете получить ВНЖ по бизнесу, здесь есть, опять же, требования, требования на размер оборота, они возрастают, то есть в первый год вы должны не менее стольких-то, во второй год не менее стольких-то. Детали я не погружался, мы это ВНЖ не получали. Дают ВНЖ студентам, но обучение в грузинских вузах идет на грузинском языке, надо это иметь в виду. Все детали, если вы хотите углубиться в тему, разбирайтесь с юристами. Но, 360 дней без виз, на сегодняшний день это положение действует. Счет в банке. Еще одна тема, по паспорту вы можете открыть счет в грузинском банке. До последнего времени, до нападения России на Украину, никаких проблем с этим не было. В последнее время стали поступать сообщения, мы сами с этим не столкнулись, но пользователи писали в социальных сетях, что банк ТБС, например, отказывает россиянам в получении, в открытии счетов, в получении карт, в проведении операции. Мы с таким не столкнулись, на своем опыте не знаем. Опять же, в соцсетях говорят, что в банков Джорджия с этим все в порядке. С точки зрения юридической, любой иностранец может открыть счет в Грузии, для этого нужен паспорт, прийти в банк, ну и там оплатить услуги, не более того. С работой. Вот это, пожалуй, достаточно частый вопрос, и здесь немножко подробнее остановлюсь. Я, опять же, не самый большой специалист рынка труда Грузии, но вот что я, собственно, знаю. Первое, что я знаю, это то, что безработица в Грузии на сегодняшний день порядка 25% трудоспособного населения. Соответственно, с работой здесь не очень. Да и доходы, кстати, у тех, кто работает, тоже не очень. Ну, например, администратор в салоне красоты получает 300 лари, это где-то в районе 100 долларов за 15 рабочих дней. Большинство тех людей, с которыми мы общаемся, работают на удаленке. Если вы работаете на удаленке на запад, то, я думаю, с точки зрения пребывания в Грузии, почему бы нет. Если вы работаете на Россию, то тут есть весьма и весьма серьезные риски, и их, собственно, два. Первый – это курсовой, никто не знает, по каким курсам вы сможете что-то получать из России. И второй – это просто логистический. Если на сегодняшний день, вот, например, банк ВТБ в Грузии закрывается, другие банки пока работают, там, Тинькофф, Альфа-банк, вы вроде как можете совершать операции, но это на сегодня. Что будет дальше? С этим вопрос открытый. Можно ли найти здесь работу в Грузии? Ну, можно, это будут невысокие заработные платы, это будет, скорее, не сильно интеллектуальная работа, да, там, устроиться в банк в тот же самый, например, без знания грузинского языка, естественно, нереально. Найти работу попроще, ну, вот, салон красоты, о котором я говорил, они администраторы ищут, пока не нашли. Есть какие-то частные медицинские центры, частные школы, частные детские сады, возможно, там вам что-то могут предложить, но не рассчитывайте на какие-то там супердоходы. Есть два сектора в Грузии, которые активно развивались до последнего времени и активно набирали персонал, это туризм и строительство. Ну, понятно, опять же, настройку, это подсобники, это ремонтники, проведение ремонтов, и наши знакомые ребята из Украины, они как раз здесь занимаются ремонтами, изготовлением мебели, вот, такими вещами. Я не знаю, как вся вот эта ситуация, война, которая идет в Украине, международные санкции, которые наложены на Россию, отразятся на строительном рынке в Грузии. Ведь россияне не просто не могут там вывести деньги, да, они не могут их конвертировать, не могут вывести, не могут перевести и так далее, там целый ряд ограничений в России сейчас действуют. И, опять же, те ребята, которые занимаются здесь ремонтами, они уже столкнулись с проблемами с точки зрения перевода средств на осуществление, ну, вот, тех, кто ведут ремонты дистанционно. Рынок туризма тоже, в общем-то, большой вопрос у меня, насколько будет в ближайшее время какие бы то ни было туристические сезоны, да, то есть, 22-й год можно поставить крест. Рынок не очень сильный, потому что пандемия его серьезно подкосила, вот, все это кафе, рестораны, ну, и все прочее, да, и насколько там хоть что-то можно будет зарабатывать в ближайший год, два, три, у меня вопрос очень открытый. Ну, и, наверное, наверное, здесь же стоит поговорить еще об одной вещи, об отношении к русским. Отношение к русским, ну, я не говорю про национальность, я говорю выходцы из России. Отношение к русским, к русскоязычным резко ухудшается. Если вы зайдете в наш чат в Телеграме, то вы увидите, там, периодически заходят грузины и говорят, ну, вам здесь не рады, это, пожалуй, самое мягкое из того, что вы можете там услышать. Есть вот эта вещь, да, и вообще в соцсетях русские уезжайте из Грузии, это весьма такая распространенная тема. Вам не будут сдавать квартиры, вам не будут продавать квартиры и так далее, таких сообщений в любой социальной сети вы найдете десятки, если не тысячи. С другой стороны, да, с другой стороны, если посмотреть то, что называется сверху, политические решения, Грузия, с одной стороны, подала заявку на вступление в ЕС, с другой стороны, премьер страны Ираклий Горябашвили сказал, что не будет поддерживать экономические санкции против России. То есть на уровне политического руководства Грузия никаких санкционных мер в отношении России не ввела. И вот тот безвиз на 360 дней, он действует до сих пор. И вообще никакого разговора про то, что это будет как-то изменено и скорректировано, на сегодняшний день нет. Есть достаточно массовые выступления в Тбилиси. Вообще, вот по моим ощущениям, отношение к русским в Тбилиси гораздо хуже, чем в Батуми. Мы находимся в Батуми. Вот там идут выступления, но пока политических решений, с точки зрения осуждения агрессии, высказались грузинские политики. С точки зрения принятия каких бы то ни было санкционных мер, такого не было. Более того, премьер сказал, что такие меры принимать не будут, поскольку действуют в национальных интересах Грузии. Ну вот такой вот примерный расклад. Если говорить о политике. Если говорить о нашем опыте, на своей практике, на взаимодействии с теми людьми, рядом с которыми мы живем, с которыми мы взаимодействуем, в магазины ходим и так далее, и так далее, мы не столкнулись ни с каким негативом в свой личный адрес. Но, если вы будете там размахивать флагом России, если вас напрягают флаги Украины на улицах, да, то есть Грузия бесспорно поддерживает Украину, высказывается с осуждением российской агрессии. И Путин дальше вот на букву Х, да, это вот общий нарратив. Если вы считаете, что в каждом конфликте со всех сторон виноваты, то, наверное, Грузия это не то место, в которое стоит ехать. Если вы не считаете, что Россия ведет агрессивную войну в Украине, есть гораздо более комфортные для вас страны против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России. Вот пять стран проголосовал, то есть можете выбирать любую на свой вкус. Проголосовал против России, проголосовал против Беларусь, Сирии, Эритрея и Северная Корея. Да, вот там все считают, что Россия права и там вам, скорее всего, будут рады и встретят вас с цветами. Здесь агрессию однозначно осуждают, я с этим однозначно солидарен. Я считаю, что Россия развязала агрессивную войну в Европе, что это военные преступления и такого быть в 21 веке не должно. Военные преступники должны понести наказание. Ладно, поехали дальше. Расскажите про ипотеку, когда можно получить мигранту по загранпаспорту, по визе, с ВНЖ, по МЖ, какой процент. Ипотеку в Грузии получить иностранцу можно, если объект, который вы собираетесь покупать, у него есть договоренность с банком. Получают ее, насколько я знаю, по паспорту, никаких дополнительных справок здесь не требуется. Примерно в условии 30% первоначальный взнос и до 10 лет продолжительность, где-то 6-7% годовых в долларах стоит ипотека на сегодняшний день в Грузии. Вот на таких условиях, если объект, который вы собираетесь приобретать, имеет договоренность с банком, вы можете получить ипотеку. Садики, детские сады. Вообще много спрашивают про детей, не скажу, что мы тут большие специалисты, у нас дети уже взрослые. Мы эту тему подробно не изучали, но вот то, что называется из круга общения. Школы есть русские, садики есть и частные, и государственные. В русских школах, в русских классах достаточно много учеников, да, они практически переполнены. А сейчас очень многие приехали и собираются ехать, да, так что я не думаю, что грузины вдруг начнут там массово плодить эти русские школы. То есть возможности такие есть, есть всякие там кружки, спортивные секции и много чего другого, да, но это вот не, прям это, не шикарно. Во всяком случае в Батуми, в Тбилиси ситуацией мы не владеем, там мы еще, от Тбилиси мы знаем еще меньше. Как на сегодня, на сегодняшний день обстоят дела с въездом в Грузию через сухопутную границу? Вот тоже тема, которая постоянно возникает, поскольку улететь долго и дорого, да, люди хотят пытаться выехать через сухопутку. Ну, то, что нужны основания, это неизменно. Еще в видео там про въезд в Грузию, давайте я вот здесь поставлю ссылочку на него, мы там рассказывали о всех этих основаниях. Еще раз хочу сказать, ну, из таких наиболее, на первый взгляд, простых, да, там не надо получать в НЖ недвижимость и заводить родственников вдруг, да, откуда они возьмутся, если их нет, кажется, лечение и работа. Но, по санаториям разворачиваются лета прошлого года, была в Дзене статья, если там кому интересно, пишите в комментариях, дам ссылку, что человек там со второго раза, со сменой документов, с многочасовым стоянием на границе, все-таки смог въехать по лечению, да, но это вот единичный случай. И, опять же, насколько это правда, насколько неправда, я не знаю. Из моего окружения я не знаю случаев, мы общаемся с санаторием из Халтуба, например, к ним тоже, в общем-то, особо через сухопутку никто не прорывался. По работе тоже есть факт, что разворачивали, требуют, там есть подтверждение права на въезд в страну с этим основанием, да, что ты имеешь право въезжать в Грузию на работу. Кстати, каких-то дополнительных разрешений на работу в Грузии не требуется, да, то есть любой иностранец может устроиться на работу и вполне легально и официально работать. Вот эти вот 36 дней пребывания, да, вы можете работать и никто вам слова не скажет, да, вот таковы правила на сегодняшний день. Но российские пограничники требуют подтверждения чуть ли не от Министерства экономики Грузии на тему того, что вам разрешен въезд на работу. То бишь, вот эти вот легкие основания, к сожалению, далеко не легкие. Из известных мне, опять же, от подписчиков нашего канала способов ехать через сухопутку, это доехать до границы, отдать машину международному эвакуаторщику, чтобы он привез ее в Ереван, самим прилететь в Ереван и через сухопутную границу Армении уже въехать в Грузию на своей машине. В принципе, вариант возможный, я не знаю, сколько это стоит, у меня нет контактов эвакуаторщиков таких международных, но нам писали, что так делали, да, таким макаром приехали на машине в Грузию. Въезд в Грузию через сухопутную границу открыт, ПЦР или сертификат вакцинации и все, что, собственно, нужно грузин... Ну, загранпаспорт, естественно. Все, что нужно грузинской стороне. По машине какие документы? Ну, страховка, наверное, я, опять же, в детали не погружался, на машине в Грузию мы не въезжали. Вот. То есть, с точки зрения Грузии, граница сухопутная открыта, закрыт выезд из России. Если вы на самолете улетаете в Ереван, то на самолете улетать пока еще можно, хотя есть сообщения, что в аэропортах начали с пристрастия проводить какие-то собеседования, там сидят страшные ФСБшники, просматривают телефон, ищут там запрещенные чаты, не говорите ли вы про войну, что это война или еще какую-нибудь штуку, да, то есть вот такие сообщения есть, но тем не менее выпускают. Статья на Медузе была, опять же, если интересно, пишите, дам ссылку, на была, да, если вы туда сможете зайти, сайт Медузы, заблокирован в Российской Федерации, и, наверное, она его считает иностранным агентом, и чертом лысым, и еще чего-нибудь. Вот. Была статья, ребята делили своими впечатлениями, они говорили, что мы уезжаем, вот хотим там пару-тройку недель потусить, да, никуда не бежим, ни от какой войны, все хорошо, мы всех любим, любим страсть, как любим Путину, у каждого свои мысли и мнения, да, мы хотим немножко успокоиться, успокоить нервы на природе. Вот, собственно, та формулировка, которую они говорили ФСБшникам, и после собеседования и сканирования телефона, да, просмотра всех приложений, и поиска какой-нибудь там осуждения войны или чего-нибудь прочего, да, если такого нет, то ФСБшники выпускали. Это воздушным транспортом такое происходит. Так что проблемы с выездом из России, на сегодняшний день они есть уже через самолет, уже на самолете, но там, по крайней мере, вы право имеете. Через сухопутную границу вы право такого не имеете, и проблемы там есть огромные, есть давно. Есть вопросы по работе, как обстоят дела с работой, также мобильная связь, интернет. Ну, про работу немножко поговорили, мобильная связь, интернет. С мобильной связью, интернетом в Грузии все хорошо. Есть несколько интернет-провайдеров, есть несколько мобильных операторов. Интернет от где-то 25 лари в месяц, и дальше выше, в зависимости от скорости. Те, кто работают, айтишники здесь, говорят, что вполне каналы устраивают. Бывают перебои с электричеством, но с точки зрения интернета, в общем-то, более-менее все хорошо. Мобильная связь, МакТи, Геоселл и Билайн, да, там Билайн дешевле, хуже связь, МакТи и Геоселл получше. Ну, в общем, где-то от 3-5 лари в неделю, в зависимости от того трафика, который вы будете генерить, количество звонков, интернета, безлимит, не безлимит и так далее, да, вы будете платить. Так, чтобы про это сориентироваться. Про язык тоже возникает достаточно много вопросов. Что с языковым барьером? Мы живем в Батуми, в Батуми с русским языком лучше, знают, ну, старшее поколение практически везде знает. Вот те, кто вырос в Советском Союзе, соответственно, учились в школе, многие там служили в армии, в Союзе и так далее. Да, то есть, русский язык старшее поколение в большинстве своем знает везде. Молодежь в Батуми знает русский лучше, в Тбилиси хуже, ну, если вы в какую-нибудь горную деревню приедете, то, соответственно, там и молодежь, и старшее поколение не факт, что с вами на русском смогут поговорить. Язык грузинский в Грузии, молодежь в школах учит английский, соответственно, у многих с английским гораздо лучше, но далеко не у всех. Вот нас возил парень, молодой водитель, вроде, ну, с русским никак, да, с английским нормально. Ну, вот, то, что я забыл дома деньги, и мне надо заехать в банкомат, я ему объяснить не смог. Да, ну, вернее, как я объяснить смог, да, а он меня при этом не понял. Вот, так что с английским у кого как, да, опять же, в Тбилиси лучше, в Батуми хуже, с русским в Батуми лучше, в Тбилиси хуже, да, вопрос, как люди, насколько готовы будут говорить на русском, да, вообще надо понимать, что после того, что Россия сделала и делает, продолжает делать в Украине, да, мы с вами, ребята, представители фашистской Германии где-нибудь в сороковы. Понятно, что из той же фашистской Германии бежали евреи, да, и к ним относились вполне лояльно, но не сказать, что нас где бы то ни было в мире будут с распростертыми объятиями принимать. Да, я выступаю против этого, да, я давно выступаю против этого, да, я не голосовал за Путина, да, но паспорт у меня российский, и это, в общем-то, большая проблема. Так что, насколько завтра люди будут готовы говорить на русском, я сказать не могу. Был еще вопрос про перевоз вещей, как контейнеры вещей отправлять, ЖД до Сочи, а потом по морю. Есть грузовые перевозки, которые ездят в Грузию, в основном это автомобильный транспорт, по морю я таких вещей, таких перевозок не встречал, автомобилями возят, есть автомобильные компании, но тут мы не отправляли вещи таким макаром, поэтому, к сожалению, деталей подсказать не могу. Ну и, пожалуй, последний момент. Подсел на доставки Озон Яндекс, очень удобно, от продуктов до бытовой техники, а говорят, такого там не слышали, и за условно памперсами надо 8 кругов поиска. С доставкой в Грузии серьезно хуже, чем в России. Здесь действительно гораздо больше надо ходить ножками, но, ребята, я бы на вашем месте сильно не очаровывался, что это все так хорошо. Я вовсе не уверен, насколько через месячишко в России будут памперсы. Доставки будут, а вот памперсы, не знаю. Ну вот примерно так. Не претендую на абсолютную истину, в любом случае, я прошу вас поставить лайки, написать комментарии, подписываться на канал и жать на колокольчик. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, постараемся ответить, стараемся отвечать на все, на что хватает как минимум рук и времени. Спасибо за ваше внимание, с вами был Сергей Озон. Субтитры сделал DimaTorzok